Здравствуйте! В эфире программа «Местное самоуправление». Сегодня у нас в гостях заместитель главы города Чебоксара, председатель постоянной комиссии ЧГСД по вопросам городостроительства, землеустройства и развития территории города Чебоксары, Виктор Горбунов. Виктор Александрович, здравствуйте! Добрый день! Вы депутат нескольких созывов. Вот с высоты вашего опыта, как вы оцениваете, какие практики прошлых лет показали, доказали свою эффективность? И с чего у нас началась работа нового созыва? Как вы оцениваете? Спасибо за вопрос. Я напомню, что 13 сентября у нас завершились выборы по городу Чебоксары. Избрались депутатами городского собрания. Мы выбрали главу города. Естественно, на собрании депутатов мы избрали председателей постоянных действующих комиссий. Избрали членов комиссии. Комиссия, я уже об этом говорил, она подчиняется непосредственно собранию депутатов. У меня есть заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии. Я уже еще раз повторюсь о том, что наша комиссия очень многогранна. Все члены комиссии, все члены фракции в этой комиссии присутствуют. Очень много молодых депутатов городского собрания. Энергичных, креативных, любознательных, которые проявляют с энергией трепетность. Вы актуальные стройки всегда держите на контроле. Сейчас у нас с каким результатом привели регулярные проверки на объектах проблемных? О застройщиках-должниках, так скажем. Первое заседание нашей комиссии. И мы сразу договорились, как-то все прошло у нас в унисон, о том, что задача номер один перед нами – побывать на всех незавершенных объектах нашего города, нашей столицы. Прочувствовать дыхание, если можно так назвать, наших обманутых дольщиков. И мы договорились, что обязательно провести встречу с нашими обманутыми дольщиками, выслушать их, выслушать мнение каждого обманутого дольщика, пожелания, негодования. То есть и показать, что собрание депутатов города Чебоксара, оно является, если не гарантом, но в какой-то степени оно несет тоже и моральную ответственность, и политическую ответственность за те негативные моменты, которые происходят на территории нашего города. И мы будем разделять все переживания и всю долю ответственности между застройщиком и между обманутым дольщиком. Мы не сидим там у себя где-то в приемных и по телефонному звонку решаем. Мы непосредственно выходим на фронт работы, где происходит строительство. Вы выезжали на место по улице Сломаса, насколько я помню. Сейчас там как обстоят дела? Ну, мы, значит, в пятницу выйдем еще раз, но со слов депутата городского собрания, который курирует этот район, Олег Вениаминович Скворцов, значит, и мои помощники, общаясь с жителями этого дома, значит, доложили, что там, скажем, детская площадка, уровень выровнен с нулевым уклоном песчаной подушкой, значит, уровень асфальтного покрытия, который был нарушен в противоположную сторону от ливневой канализации, он тоже исправлен. И весной или во время летом, в период выпадения атмосферных осадок в виде дождя, вода будет уходить, значит, в сторону ливневой канализации. То есть все задачи, которые мы перед застройщиком поставили, значит, они были выполнены. Естественно, мы пройдемся ногами вокруг этого дома, пройдемся с жителями. Вот, моменты, связанные с ограждением детской площадки, мы договорились с управляющей компанией, что весной, значит, ограждения тоже будут выполнены, пока мы вот на этом уровне. Позиция, которая была связана по проспекту трактора строителей, это ООО «Гранит», дом. Вот нам заверил, что в Новый год, значит, все замечания, которые и предписания были выданы Министерством строительства, до Нового года они все будут выполнены. И я, значит, застройщик сказал, я этот дом сдам. Игорь Михайлович, директор. То есть люди уже смогут справить новоселье. Хотя некоторые там уже живут. Если рассматривать положение и статусе депутата, то главным достоянием нашего города перед нами, это, конечно же, наш горожанин. И поэтому мы должны защитить все интересы нашего горожанина. Поэтому мы составили план мероприятий до конца этого года. И мы договорились, что посетим каждый объект, так мы их называем, может быть, это обывательское такое выражение, объект, который называется проблемным объектом, у которого стекли сроки сдачи этого объекта. И мы должны разобраться причины и должны донести те проблемы нашего застройщика, чтобы наш обманутый дольщик знал, что творится с этой компанией, какие приняты меры со стороны исполнительной органы на муниципальном уровне, на региональном уровне. И вот эти наши комиссии, которые посещали объекты, они как бы показали, наверное, у нас ведь в соответствии с действующим законодательством, всю ответственность, связанную с градостроительным кодексом, со всеми строительными нормами и правилами, несет Министерство строительства Чувашской Республики. Вот буквально на прошлой неделе, вчера мы разговаривали с заместительным министром Чувашской Республики, договорились о том, что мы совместно, наша комиссия будет выезжать по всем вот этим проблемным объектам, где есть незавершенный срок строительства и совместно вести работу. Я думаю, вот одно такое выездное заседание с представителями моей комиссии, оно уже было и дало, наверное, какой-то определенный результат. Во-первых, молодежь, депутаты городского собрания очень молодые, значит, в некотором возрасте даже и 30 лет нету, вот, поэтому требовательные, значит, спрашивают, задают вопросы, интересуются, беспокойные, чувствуется, что они пришли действительно работать. И мне тоже как-то и меня это беспокоит и подталкивает на то, что мы должны, наверное, вот как-то оперативно и настойчиво в этом направлении совместно с Министерством строительства вести работу, беспокоить и представителей застройщика. И если это есть, значит, какие-то моменты связанные, что надо вот сегодня-завтра, мы, конечно же, ставим перед собой цель те объекты, которые просрочили срок сдачи объекта, значит, мы сейчас инициируем, чтобы к Новому году, если можно сделать, все предпринять, не посчитаясь со временем, к Новому году, там вот два объекта, это объект у нас Гранит, который находится в нашем городе, объект Полининского комсомола, это у нас застройщик тоже лидер, там позиции четвертые тоже, мы договорились, что до Нового года эти объекты, они нам обещают сдать. И, конечно же, мы, если говорим на телевидении, говорим и заверяем, и, конечно же, мы будем беспокоить и, может быть, инициировать, все сделать для того, чтобы слово это было сдержано перед нашими застройщиками. Конечно же, мы, еще раз повторяюсь, договорились, как бы нам тяжело не было, значит, перед Новым годом, я понимаю, мы сейчас обсуждаем бюджет нашего города на следующий год, все комиссии в преддверии, значит, других важных жизненных мероприятий, связанных со сдачей других, может быть, объектов. Но мы, все-таки, приняли решение и договорились, что, да, все, что строится, все, что выполняется, нужно сдавать жилье, и где действительно нет таких проблем, и где есть компании, которые дорожат своим именем, значит, да, мы их беспокоить не будем, там все, значит, честно, все прозрачно, все в рамках исполнения обязательств своего договора, но вот с этими компаниями мы должны отработать, и это будет честно перед нашими избирателями. Может быть, это и назойливо, может быть, это очень слишком часто, слишком, может быть, эмоционально у нас происходит диалог, и, конечно же, мы, как депутаты городского собрания, должны выслушать все негодования. Понятно, что это неприятно, но зато это честно. Ну, такая активность горожан, наверное, и помогает в работе. Ну, конечно, обратная связь, она дает свои результаты, да. А вот хотелось бы уточнить, вот у нас год все-таки был непростой. Как вы считаете, вот эта вот непростая ситуация с ограничительными мерами, да, пандемией связанная, отразилась ли она у нас вообще на именно застройщиках? Как, не ушли ли они с рынка? Как себя повели? Ну, безусловно, отразилась. Надо ради, наверное, справедливости сказать о том, что мы, город в этом году, очень много через республиканский бюджет, через федеральный бюджет, мы выполняли программу обустройства дворовых территорий, занимались дорогами безопасными, программа была безопасной и качественной дороги. Ну, вот этот вопрос, который мы его называем, и пандемией, значит, и коронавирусной инфекцией, конечно, наложил свой отпечаток по одной простой причине. Ну, и не только, наверное, может быть, многие организации, которые занимались выполнением этой программы, мы вовремя не сумели сдать обустройство дворовых территорий. Даже на сегодняшний день, ведь надо честно сказать нашим горожанам, что многие территории не приведены в порядок во дворах. Работа выполнена, значит, и застройщик, который выполнял вот эту федеральную программу, конечно, наверное, были причины от того, что людей не хватало на этих объектах, чтобы вовремя эти территории дворовые, которые были связаны с этим обустройством, вовремя не сданы. Наверное, это были причины, но есть причины, которые скрывались непосредственно в коллективах или в руководящем стиле самих вот этих строительных организаций, которые не сдали вовремя эти объекты. Вот, как мне кажется, у нас в строительной теме сейчас вот в последнее время заметное место уделяется. Или это вот все-таки мне кажется? Примерно, вот недавно у нас прошло обсуждение такое вот общественное. Обсуждали общественное пространство, которое будет еще вот комфортный город, да, вот программа у нас реализуется. Вопросов, конечно, нет для обсуждения тема очень серьезная. Сейчас вот какие темы еще у нас поднимаются на заседаниях постоянных комиссий? Смотрите, значит, вы правильно подметили. Нет, ни в коей мере, значит, это вам не кажется. Действительно, и, значит, депутаты городского собрания надо отдать должное и команде Алексея Олеговича Ладокова. Вот, для того, чтобы завести какую-то программу в город, надо провести большую, огромную работу. Надо любить свой город, надо видеть свой город, сравнивать его с другими городами и, естественно, знать инфраструктуру нашего города. И из этой инфраструктуры сделать город еще ярче, еще интереснее, еще комфортнее, да. Для того, чтобы горожанам было комфортно жить в этом городе, знать и посещать те общественные пространства, те объекты культурного назначения, парки, территории, которые попали в программу, значит, обустройства общественных пространств. Вот, и, естественно, это же большая-большая-большая работа. Вот, а за это и большую работу, эту работу нужно защитить и перед правительством нашей республики. Естественно, надо защитить эту программу на федеральном уровне для того, чтобы получить под те или иные программы, те денежные средства. А это и проекты, это и экспертиза. Это тоже большая работа за руководством нашего города. Поэтому это подчеркивает и говорит о том, что руководство города работает и идет правильным направлением. После реализации проектов по Чебоксарскому заливу, которые вот на обсуждение общественное проходили, кстати, вы тоже были участником, да. Вот какие там интересные были все-таки предложения и какие вы перспективные работы видите, которые можно уже реализовать в ближайшее время? Ну, я могу только, как бы сказать, свои предложения. Я уже, когда мы обсуждали свои предложения, там, значит, видел. Но мысль, конечно, очень интересная. Не знаю, почему-то, может быть, на камеру говорить это будет нескромно. Потому что это мое видение. Я почему-то вижу, что все, что связано с озеленением, поскольку, наверное, очень много обращений со стороны наших горожан связано с нашими парками. Очень много весной, осенью, значит, вот этих на деревьях лиственных, скажем, вот очень много птиц, которые, они доставляют и крики, с детьми гулять. И, естественно, и все, что связано с жизнедеятельностью наших птиц, таких грачи, там, вороны вьют гнезда, значит, конечно же, гадят, кричат. Вот я бы, как бы, отдал предпочтение все-таки, когда мы озеленяем сейчас деревьям более, как-то, наверное, хвойных пород. Ну, а так, мысль, конечно, которая была предложена на нашем мероприятии, она очень интересная. Это как раз сделано так, чтобы вот можно было пешеходам, горожанам, без машин, с детьми гулять, значит, насыщаться заливом, фонтанами, значит, нашим вот этим, как бы, историческим ансамблем церквей, значит, да. Историческое, красиво. Да, историческое часть, чтобы можно было спокойно не перебегать, не перемещаться. Различные предложения. Вы знаете, что у нас сейчас ведется большая работа по заливу, по очищению источных вод, и мы хотим видеть, чтобы наш залив был экологически чистым, чтобы там и эта зона была, значит, вода была прозрачной, чистой, чтобы там росли. И я вот сделал такое предложение, обратил внимание, когда показывали залив в городе Ишкарла, я обратил внимание, что там лилии растут, значит, и мне вот это сразу бросило. Я знаю, почему бы у нас в Чебоксарах на заливе не росли лилии. Это, наверное, один из моментов, который говорит, что у нас экология на заливе, она действительно вода экологически чистая. И вот наглядные примеры, лилии, цветы, это, наверное, тоже маленькая такая изюминка для того, чтобы поднять радость в глазах, наверное, в сердцах наших горожан. Говоря о городостроительной политике, вот мне хотелось бы такой вопрос задать. Часто сталкиваемся мы с массовыми застройками, строительством именно в рекреационной зоне. У нас как с этим обстоят дела и вообще, вот как вы видите вот эту тему? Мы же ведь просто так в любом случае ничего не строим. У нас есть федеральный закон, который обязывает нас проводить по любому строительству общественные обсуждения, общественные слушания. И мы по любому строительному объекту принимаем решения, мы проходим все процедуры, которые предписаны федеральным законом. И в любом случае мы, как бы вот, последние события, связанные с выездной комиссией по улице Асламаса, где мы говорили о том, что как это вот у нас этот момент прошел через общественное обсуждение, через градостроительный совет, через нашу комиссию. Как он прошел? По одной простой причине, что мы обязательно акцентируем депутаты внимание, себе нам было некомфортно, неудобно выезжать и говорить, как же так, я вот третий срок и как это мы могли пропустить. Очень бедное насыщение детская площадка, очень бедное насыщение, связанное и с парковкой. И мы, значит, обращаем такое, вот, может быть, договорились с депутатами, как-то, может быть, негласно договорились о том, что дом обязательно должен быть с детской площадкой, современной детской площадкой, чтобы детям можно было куда выйти, поиграть. Вот если сейчас принята социально-экономическая программа развития нашего города на пять лет, есть такая же социально-экономическая программа развития нашей республики. И вот если говорить о программе социально-экономического развития нашего города, мы, там есть программа, связанная с обустройством дворовых территорий, мы там уже предусматриваем, значит, насыщение существующих дворов, может быть, новых дворов. У нас это идет через инициативное бюджетирование, где собирается в соответствии с жилищным кодексом жители тех или домов, которые образуют двор и дают согласие. А высшим органом управления домом является собрание собственников жилья об инициативном бюджетировании этой программы. И они же вносят предложение, что они хотят увидеть в номенклатуре малых архитектурных форм, то есть это детские площадки, спортивно-тренажерные комплексы. Это все делается и обсуждается с жителями этих домов. Раньше это у нас были разовые точки, получается. Мы заходили, делали какую-то дворовую площадку, какую-то детскую площадку, а сейчас у нас комплекс. Мы хотим, да. Какие плюсы в этом вы видите? Ну, в этом плюсе мы видим, наверное, это в первую очередь как-то, я повторяюсь, очень много повторяюсь. Театр начинается с вешалки, а дом начинается все-таки, я считаю, со двора, когда любой горожанин, любой житель заходит в свой двор и видит, что у него красивая оборудованная спортивная площадка, оборудована детскими, значит, там всевозможными игровыми, значит, этими формами, да. Спортивная. Да, спортивная. Во-первых, это сплачивает двор. Людей сплачивает. Чтобы они общались. Общаются молодые мамы, значит, общаются дети, да, которые играют во дворе. Ну, это, наверное, очень большой плюс, поскольку это первый. Ну, и второй, это здоровье, движение, развитие, интерес. Ну, и третье, конечно же, это все во дворе, все под контролем у родителей. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, у нас вот необходимо, наверное, участие самих горожан в этом тоже усилить. Как вы считаете, как с этим у нас обстоят дела? Люди сами выходят к вам с обращениями подобными? Ну, у каждого депутата Чебоксарского городского собрания есть своя приемная, но вот эта сегодняшняя ситуация непростая, связанная с коронавирусом, может быть, она накладывает, конечно же, свой отпечаток. Но, тем не менее, у нас есть, как бы в режиме телефонной связи, у нас есть телефоны общественных приемных, есть общественные приемные, значит, у каждого депутата той партии, которую он представляет, вот, и он выстраивает. Ну, я, например, я обхожу округ, встречаюсь во дворах, вот, имею обратную связь, получаю, значит, результат, и, естественно, руководство, есть телефонные звонки, вот, и, наверное, тоже это говорит о многом, то, что я, как бы, уже не первый созыв по одному и тому же округу. Ну, и, естественно, с многими у меня сложились не просто такие отношения депутаты-избиратели, а просто теплые отношения, да, уважительные отношения, и где-то что-то происходит, и мне уже звонят, и не в рабочее время, и обращаются по разным вопросам. Поэтому мы работаем, встречаемся, есть телефон, номер общественные приемные, личный номер каждого депутата, и мы в любом случае выстраиваем отношения. У каждого есть время обращений по тому или иному телефону того или иного депутата, и жители звонят. От необходимости строительства площадок для детей, да, допустим, вот, для спортивных занятий до устройства дорог, подъездных путей у вас очень большой фронт задачи, так скажем, да. Вы упоминали, что в этом году к народным избранникам поступило очень много обращений. Какие вопросы были уже решены, и какие предстоит решить в следующем году? Вот такие наиболее перспективные, наиболее большие. У нас есть дом. В большей степени своих жильцы, которые проживают в том или ином доме, имеют на руках все деятельство на право собственности своей квартиры. Есть жилищный кодекс, который предписывает жизнедеятельность этого дома. Я всегда говорю, говорил и буду говорить, что дом – это большой корабль с командой корабля. Но на каждом корабле есть капитан. Также у каждого дома должен быть председатель домового комитета. Вот я, например, сталкиваюсь, что у нас в городе, во всяком случае у меня на округе, не во всех домах есть председатели домовых комитетов. И выстраивать отношения под федеральные программы – это не совсем удобно, потому что нету лидера, нету инициатора, который бы инициировал встречу с собственниками дома. Вот эти моменты надо, конечно, и я ставлю перед собой, и мы будем ставить, чтобы эти вопросы в следующий год обязательно как-то закрыть. Это, как правило, в этих домах и обустройство проходит очень такой вот по остаточному принципу. То есть многое зависит от самих горожан, от самих жителей дома? Да, безусловно, конечно. Я несколько примеров привожу не только от горожан. Вот, скажем, один дом, в один подъезд заходишь, там идеальная культура, идеальная чистота, его обслуживает одна же и та же управляющая компания, в другой подъезд заходишь, там иная картина. Да, конечно же, мы должны работать и управляющей компанией, и мы, жильцами дома. Виктор Александрович, спасибо, что Вы нашли время для того, чтобы ответить на наши вопросы. Хотелось бы еще один последний в завершении вопрос задать. Впереди у нас большая работа, перспективная. Какие планы Вы строите с коллегами? Ну, я уже говорил, значит, те текущие вопросы, которые являются жизненно важными, мы их с поля зрения убирать не будем. А планы у нас очень большие. Я подчеркну и повторюсь о том, что у нас есть социально-экономическое развитие программы города Чебоксара. Это очень большая программа, с которой мы шли на выборы, обсуждали ее в коллективах. Это и обустройство дворовых территорий, это строительство и ремонт дорог, это обустройство общественных пространств. Конечно же, все это связано со строительством. Первые этапы строительства, они настолько некомфортны для горожан. Мы, конечно же, всю эту программу знаем и принимаем к своему исполнению для того, чтобы эта программа была обязательно выполнена. Это главный такой стратегический документ для депутатов городского собрания, для всех уровней исполнительной власти города. Вот, это первое. И это очень большая программа. Мы с ней будем работать, мы будем информировать горожан по тому или иному объекту. Ну и, пользуясь случаем, наверное, мы находимся уже, начинаем ощущать преддверие Нового года. Конечно же, хотелось, недавно мы отметили праздник День Матери, День Инвалида. Я почему-то тяжело произносить День Инвалида, мы его называем День Добра. Вот, каждый депутат отработал у себя на своем округе, значит, вопросы, связанные с этими мероприятиями. Мама для нас, у нас всегда, для меня это солнце, наверное, как и для многих, это и икону, это Божьей Матери мы всегда прославляем. Вот, ну, с именем Матери связано, даже мы землю Матушку называем, да, Родину Мать называем. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз поздравить наших мам с этим праздником, поблагодарить их за то, что они несут такие на себе, на своих плечах, обязанности, связанные с воспитанием наших детей. Дети, это главная мотивация нашей жизни, чтобы наши дети были счастливее, чем мы, жизнерадостнее, чем мы. Вот, ну, и, наверное, были такими горожанами, которые любили свой город, уважали свой город, ценили свой город, ну, и создали в нашем городе больше, чем мы создаем, намного. Вот, ну, и, наверное, нельзя не сказать о том, что, конечно же, у нас впереди новогодние мероприятия, новогодние праздники. Мероприятия будут, они будут минимизированы на территории нашего города по причине определенных обстоятельств, связанных с коронавирусной инфекцией. Вот, большинство этих мероприятий будут проходить в семейном кругу. Хочу пожелать, чтобы никто берегли себя, никто не болел, чтобы эти праздничные мероприятия прошли в кругу очень интересно. Не забывать о своих детях, не забывать о деде, о дедушке Мороз, чтобы дедушка Мороз всем детям принес обязательно подарки. Вот, так существует уже много традиций, связанных с новогодними праздниками. Загадывает многие желания. Ну, и чтобы желания наших горожан, они были, значит, обязательно исполнены. Не помню, кто это сказал. Все, что говорится от души, от сердца, искренне, все материализуется. Поэтому все желания должны в большей, в той или иной степени, в большей степени исполнены наших горожан. А я напоминаю, с нами был заместитель главы города Чебоксара, председатель постоянной комиссии ЧГСД по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города Чебоксара Виктор Александрович Горбунов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok